Добрый вечер, дорогие друзья! Программа «Главная» начинается. У нас очень много справедливости, просто девать её некуда. Рассовым по карманам, передним, задним. И называется это справедливость правосудием. Сегодня у нас в гостях два адвоката. Один гость с Украины, Валерия Журбас. Добрый вечер, Валерия. А также наш молдавский адвокат, можно сказать, с Кишинёва, Владимир Курмель. Добрый вечер. Вот такое начало было моё. Как вы на это смотрите? Есть справедливость в жизни или нет? Справедливости в жизни или правды? В наших, наших, для начала молдавских судебных инстанциях. Да, Валерия. Ещё раз добрый вечер. Ну, я точно уверена, что справедливость в жизни есть. Иначе мы бы не были людьми с нашими лучшими качествами. Что касается справедливости в суде, ну, это такое абстрактное понятие, за которое, наверное, в суде нужно бороться. Для этого нужны и адвокаты, и нужна вся та система, которая построена, нужны законы, соблюдение их. Ну, и, естественно, независимость наших судей от всяких таких особых статусов. Я говорю именно об уголовных делах. Что такое статусность уголовных дел? Это потерпевший, который имеет особое политическое влияние. Это человек, это потерпевший, который имеет какое-то состояние. Это политическая заинтересованность уголовного дела и иные подобные критерии, которые, я думаю, так же, как и в Украине, и в Молдавии, влияют на судей и, скажем так, располагают на окончательное решение судейства. – Красиво сказано. Дипломатично от и до. Тогда мы обратим внимание на ваше высказывание, потому что вы, ну, сказать, почти каждый день сталкиваетесь с правдой в судебных органах. – Да, я считаю, что моя коллега правильно сказала, что действительно нужно верить в правосудие, нужно бороться за него. – Однако в повседневной жизни мы все-таки сталкиваемся с теми фактами, которые говорят, что действительно все мы люди смертные и все, в общем-то, подвластны определенным влияниям, в том числе и судьи. – В нашем конкретном деле мы, в общем-то, прочувствовали это на том судебном процессе, который был возбужден и на том уголовном деле, которое было возбуждено по факту покушения на… – Приготовление покушения на жизнь Плохотнюка. – Хочу сказать, что изначально было много непонятного, было много недоумения. – Как могло быть возбуждено дело без тех необходимых доказательств? – Как оно могло быть проведено так быстро и поверхностно? – Ну, если говорить, что по суду первой инстанции, то действительно возникало много вопросов не только у меня, но и у других адвокатов, которые участвовали в данном деле. – Вопросов, которые у нас не нашли ответов. – Но мы эти ответы сейчас как-то найдем. – Да. – Потому что общественный резонанс, конечно, был очень широк в Молдавии, когда сработали две, понимаете ли, службы, которые подотчетны нашим политическим деятелям Молдовы. И очень сильно как бы обрадовали, что президент одной страны так сильно повлиял на ход следствия, когда президент Украины, господин, бывший президент Украины, господин Порошенко, должен был абстрагироваться от этого дела, а не держать его под своим контролем. Что вы на это скажете, Валерия? – Ну, я хочу сказать, что бывших президентов не бывает. Это первое. Второе, конечно, с первого дня задержания моего клиента, который фактически в фабуле, согласно фабуле этого уголовного дела, должен был стать исполнителем. То есть, как его назвал господин Аваков 7 апреля 2017 года, это киллер номер один. – В мире? – Вот он не уточнил, но в любом случае фраза эта прозвучала со всех телеканалов, со всех новостей, и где-то, так скажем, в умах населения, и оно все-таки сыграло и отложилось. Да, конечно, наше государство с 2013 года переживает довольно бурную политическую жизнь, и все мы интересуемся, и все мы знаем. – И довольно широкая информация о том, что господин Порошенко и господин Плахотнюк, которые являются потерпевшими в этом уголовном деле, имели и имеют достаточно прочную связь, как бизнес-интересов, так и других. – Все, что я хочу сказать, что с момента задержания Адамовича и до настоящего момента, это уже прошло более двух лет, он также находится по страже, стоит сумасшедший контроль по уголовному делу. – Решения принимаются те, которые требуют генеральное, которая непосредственно поддерживает обвинения и смотрит за всем ходом уголовного дела. И пока что, пока не снят этот пресс, пока не снят этот пресс, не будет слушания, не будет такого судебного процесса, который требует закон. То есть это должно быть исследование всех доказательств, оно должно быть общественное, оно должно быть так, как написано в законе, а не так, как хочется в стране обвинения. – На сегодняшний день так хочется в стране обвинения. Скажите, пожалуйста, вот нарушение закона, вы не просматриваете в том, что еще человек не был осужден, а уже средства массовой информации назначили виновных? – Притом очень неубедительно. – Вы знаете, мы столкнулись изначально с тем, что средства массовой информации еще в ходе уголовного преследования начали создавать общественное мнение. – Создали. – Создали общественное мнение вокруг этого шумного дела. – И создали мнение с единой версией, что именно эти люди, значит, являются участниками преступления, что именно эти люди способствовали исполнению данного преступления, что именно эти задержанные люди, значит, являлись механизмом совершения преступления. – Однако, неоднократно мною даже в средствах массовой информации были передачи, было указано, что существует другая версия, другая версия, которую высказывают мой подзащитный и другие как бы соучастники данного дела, которая абсолютно не соответствует той версии, которую выдвинул прокурор по настоящему делу. Но, как в ходе уголовного преследования, так и в судебном заседании никто не захотел рассматривать эту версию. – А почему не озвучили эту версию? – Мною было указано, но всякий раз, когда шли информации Первого канала, те доводы, которые мною были высказаны, они были просто вырезаны из передачи. – Из передачи, да. И до сведения простых граждан, которые смотрят эти передачи, на которых они оказывают влияние, они не услышали другой правды по этому делу. – Понимаете, а фактически, я считаю, что в настоящее время именно эта передача призвана к тому, чтобы все-таки посмотреть и на другую сторону монеты по этому делу, поскольку существует и другая версия, которая имеет право на существование, потому что, я считаю, она является правдой по делу. Но, очевидно, изначально эта правда кому-то была невыгодна, и было выгодно обвинить моего подзащитного заболотного Валерьяна в совершении данного преступления, поскольку он был близок к Кармалак Григорию, и именно к Кармалак Григорию вменялась как бы заказ на совершение данного преступления через близких людей, которые остались у него в Молдове. Это Заболотный, Киров, Шевченко и другие. Вот эта группа людей как раз и попала под, значит, как говорят, под раздачу. И явились как бы соучастниками данного преступления. Хотя в ходе судебного следствия, в суде первой инстанции, было установлено и другое обстоятельство, что данное преступление было совершено по заказу именно службы безопасности Плохотнюка. Вот здесь давайте мы уточним. Служба безопасности Плохотнюка считалась одной из сильнейших в республике. Там были привлечены к работе специалисты высокого уровня. Но если вы указываете на то, что в первой инстанции все же обратили внимание, почему это в дальнейшем было опущено в рассмотрении данного судебного дела? Я считаю, что изначально суд первой инстанции как бы выделил из всего этого дела трех человек, которых признал невиновными в покушении, оставив, значит, виновными в покушении трех других лиц. Но такой приговор суда первой инстанции не устроил потерпевшего по данному делу. И, очевидно, было дано указание в апелляционной палате изменить приговор для того, чтобы все получили по полной программе. Валерия, в Украине то же самое происходит? Ну, дело в том, что у нас судебное рассмотрение находится еще в самом-самом начале. Несмотря на то, что обвинительный акт уже практически полтора года как передан в суд. Мы не можем сейчас указывать суду на процессуальные нарушения, либо на какие-то недостаточные, недопустимые доказательства, потому что мы только перешли к судебному следствию. А почему такой долгий срок? Потому что даже тот обвинительный акт, который был составлен, это единый документ, который по нашему закону подается в суд. И на основании его суд решает, судить дальше людей или не судить. Даже этот обвинительный акт был составлен с таким количеством нарушений, что несколько раз мы добивались, и судьи отправляли его обратно на доработку в Генеральную прокуратуру. То есть не то, что нет доказательств, им даже фактически нечего вписать в обвинительный акт, чтобы суд при том давлении, которое оказывается, принял его к рассмотрению и начал судебный процесс. Следующее заседание будет у нас 18 декабря. Это слушает коллегия судей. Почему-то подследственность нам определили по месту задержания Адамовича, хотя преступление должно было совершиться в Молдавии. Ну, я так для примера говорю, это вот те процессуальные нарушения, о которых мы говорим. Ведь ни разу не ставился вопрос об экстрадиции Адамовича. А почему? Ну, это логический вопрос. Если он участник организованной преступной труппы, если он киллер, место территориальное, где должно совершить это преступление, находится в Кишню. И почему не ставился вопрос экстрадиции Адамовича? А вы не думаете, что все-таки суд ваш, коллегия суда, насколько я понял, да, коллегия рассматривалась? У нас, да, у нас коллегия суда. Она будет рассматривать данный вопрос, и она будет ссылаться на тот обвинительный, который был в Молдове, на основании чего были осуждены уже участники, якобы, этой преступной группы. Так вот я вам хочу сказать, да, действительно, вы на 100% правы немножко меняет передели. Когда шло досудебное расследование, с Молдавии приезжали уполномоченные лица, чтобы предъявить молдавское обвинение на территории Украины Адамовичу. Это не единственное становится страной? Ну, это, знаете, такие процессуальные нонсенсы. То есть не надо быть там юристом, чтобы понимать, что это нонсенс. То есть такого не может быть. Мне подается логике. Если ссылаться на приговоры всех судов мира, тогда говорить о независимости страны просто невозможно. И вы здесь согласны? Я с вами полностью согласна, при том, что предъявление обвинения молдавскими служебными лицами происходило в следующем. Адамович, который согласно решению суда по мере пресечения должен содержаться в Киевском следственном изоляторе, значит, он вывозится в Житомир, в изолятор временного содержания, которое не подчиняется Министерству юстиции, а напрямую подчиняется нацполиции. И там без присутствия адвокатов, без присутствия защитников, хотя статья сама по себе предусматривает обязательное присутствие адвоката, мы говорим о санкции статьи о пожизненном лишении свободы. Ему предъявляется обвинение. Логика присутствует только в одном. Логика присутствует в действиях тех людей, которые должны довести данное дело до конца. Я хотел бы добавить, что, очевидно, экстрадиция Адамовича абсолютно не нужна была нашему правосудию, поскольку из показаний Адамовича однозначно вытекает, что организовывалась инсценировка приготовления к покушению. Абсолютно никто не намеревался совершать данное преступление. И не зря те показания, которые дал Адамович, которые официально были вами предоставлены в рамках оказания юридической помощи, они не были приобщены к материалам уголовного дела по моему ходатайству. Я ходатайствовал о том, чтобы были приобщены эти показания Адамовича, чтобы были допрошены еще другие свидетели. Однако во многих ходатайствах, как мне, так и другим адвокатам, участвовавшим в деле, было отказано, потому что те доказательства, которые мы просили предоставить, могли пролить свет именно на нашу версию, значит, которая выстраивалась. А пояснение какое было? Просто, значит, в отношении показаний Адамовича было, значит, пояснение такое, что невозможно проверить эти доказательства судебным путем. И поэтому невозможно их приобщить к материалам дела. Тогда нужно отправиться обратно в следственные органы, пусть они займутся этим вопросом. Ну, дело уже было в суде. Какая разница? И суд не вправе вернуть дело на новое рассмотрение, если его не затребует прокурор. А, вот так только, да? Поэтому та версия, которая была высказана моим подзащитным, другими участниками данного дела, она, просто ее не желали рассматривать. Поэтому и не допросили свидетелей, и не допросили, и не удавили многие ходатайства. Поэтому и в суде первой инстанции всячески пытались давить на адвокатов. Ни один адвокат, участвовавший по делу, из судебного заседания не ушел без штрафа. То есть... Так, в легкую, да? Это в легкую, да. Это свидетель, который считался основным свидетелем, картишка, который был допрошен в особых условиях, значит, за стеклом. Никто из адвокатов так и не понял, это картишка или не картишка. То есть не убедились в том, что это действительно личность установленная. Потом, значит, к нему постоянно заходили какие-то лица, как мне потом стало известно. Куда заходили? За стекло, которые давали... За стекло прямое нарушение. Которые давали ему указания. Как мне сказали потом мои знакомые друзья, что это были работники 2-го, 6-го, 5-го управления. Мы видели, что картишка, который давал показания, да, с измененным голосом, он читал свои показания с листа бумаги. То есть... Подготовлен. Он был практически подготовлен к тому, чтобы дать те или иные показания. Наши вопросы, наши вопросы к нему, которые могли раскрыть суть этого свидетеля, судебные инстанции или снимали, или просто запрещали нам их задавать. Давайте перейдем к тому, что смущает меня, да, и хочу показать все-таки свой вид, вид свой, на то оружие, которое было изъято. Так, для начала, которое считается базовым. Пистолеты с глушителями, гранатометы, РПГ-26. Прошу, дайте, пожалуйста, картиночку. Посмотрим вместе. Посмотрите. Мы видим на этих кадрах, как кумулятивная струя прошила насквозь бронированную технику, при том, что как масло вошло. В бетон так не войдет, просто будут кусочки осколков. Так что разговор о кумулятивной струе можно закрыть. Оглень. Скажите, пожалуйста. Я спрашивал до начала программы, проводилась ли экспертиза о возможности сноса двух этажей при выстрелах с этих гранатометов специалистами высокого класса, которые разбираются в вооружении? Я вам скажу сразу, что такой экспертизы не проводилось. Мало того, что никто из адвокатов, участвующих по делу, несмотря на заявленные ходатайства, как в ходе уголовного преследования, так и в судебных инстанциях, не видел этого оружия. Нам не представили вещественные доказательства, которые были якобы изъяты у одного из участников данной группы. Несмотря на то, что мы на этом настаивали. И до настоящего времени я не могу вам сказать ничего по поводу этих гранатометов, поскольку я их не видел. Тогда Валерия вопрос. Валерия, скажите, пожалуйста. Запросы были со стороны молдавских спецслужб о том, номера, оружие данного, потому что настаивают на том, что оружие было ввезено с территории Украины? – Смотрите, чтобы ответить на ваш вопрос, я сделаю такое маленькое-маленькое предисловие, опять же возвращаясь к вопросу об экстрадиции Адамовича. Почему не ставился вопрос об экстрадиции Адамовича? Первое. Знаете, как в том фильме он слишком много знал. Адамович непосредственно общался с тем лицом, которое имеет процессуальный статус свидетеля по нашему уголовному делу и также по уголовному делу, который находится в Молдавии. Это лицо, в принципе, исполнило тот сценарий, который был написан спецслужбами по этому уголовному якобы преступлению. То есть просто был написан сценарий, а вот такие вот, как Адамович и Молдавская страна, этот сценарий исполнили. Не могло быть никакого запроса, потому что этого оружия в помине не было. Как вы себе представите пересечь территорию, границу Молдавии с таким арсеналом? Не имея поддержку, не имея поддержку спецслужб, да, вот просто провести в машине такой арсенал, как вы себе представляете, это невозможно. Адамович не видел этого оружия, Адамович не держал его в руках, Адамович его не перевозил, поэтому этого оружия не было. Это оружие, да, действительно оно вписано в фабулу, но оно вписано со слов, опять же, нашего основного свидетеля, на показаниях которого строится и эпизод по плохотнику, и еще пару эпизодов, которые вменяются Адамовичу на территорию Украины. И тут же хочу пояснить еще такую вещь. Наш основной свидетель, который носит фамилию Рыкишка, он же носит еще и другую фамилию, Горьковый. Горьковый, Горьковый. Он имеет, у него, да, у него есть документы, у него есть паспорта на две личности. Так вот, есть первичное обвинение, которое было предъявлено Адамовичу при его фактическом задержании в 2017 год, где господин Рыкишка только по другой фамилии является участником банды, которая совершала ряд тяжких преступлений на территории Украины. То есть у нас есть один человек, который является и подозреваемым, и свидетелем, и на основании которого фактически строится все дело. Но вы фактически обвинили в том, что он завербован, да, чтобы не есть ответственность за свои бандитские действия на территории Украины. Вы знаете, я его не обвинила, но мы к этому идем и уже многое сделали. Проблема в том, что после того, как были задержаны в 2017 году, задержание происходило синдромно, в один день задержались молдавские участники, задержался Адамович. И после этого Рыкишка на территории Украины не появляется. У меня есть стопроцентная информация, что он все время проживает на территории Молдавии, что он за это дело получил хорошее вознаграждение. И не буду указывать от кого, но я думаю, что это очевидные вещи, всем понятно. Он официально трудоустроен на таком предприятии, на котором, я думаю, что рядовой гражданин Молдавии не устроится. Трудоустроенная его жена, которая не ходит на работу, но на карточку получает деньги. То есть, в принципе, проделав вот такую вот работу совместно со спецслужбами, какую-то часть будущего он себе обеспечил. Все эти данные, мы над ними работаем, мы их подаем, и мы пытаемся сделать все, чтобы в отношении него было принято решение. Но все затрудняется тем, что он находится не на территории нашего государства. Да, беда в том, что спецслужбы, когда совершают провокации, они совершают и ошибки. Молдавия или Молдова на сегодняшний день, это маленькая страна. Здесь каждый друг знает, спрятаться здесь невозможно. Я могу вас убедить в этом. Но вопрос-то о том, что оружие было провезено, то, что настаивают силовые ведомства, а в данном случае уже прокуратура, то я бы хотел сказать так. Вы знаете, я провел анализ. Вот анализ, да. Здесь сектора возможного обстрела данного здания. Джи-Би-Эс. И насчитал, 19 гранатометов должно быть. При этом, при всем, вы видели, что граната, когда стреляет, она как сквозь масло проходит. Там кумулятивная струя. Объясняю, кумулятивная струя – это высокотемпературная струя, которая сжигает броню и уничтожает в бронетехнике экипаж или кто-либо там находится. 19 гранатометов должны выстрелить одновременно в каждое окно. При том, что жертва покушения должна стоять именно в этом окне, и именно эта струя должна попасть в него. Логически это никак не вяжется. Вот что вы на это скажете? Это я высказываю свое мнение, что могли бы и сделать спецслужбы. Ну, я считаю, что вообще это оружие, которое было якобы изъято, оно в принципе необходимо, его присутствие необходимо было для того, чтобы создать для простых граждан, для других лиц, явную видимость подготовки. Голливудскую видимость. Да, в покушении на жизнь Плохотнюка. Могут телезрители задать вопрос, а для чего это нужно было Плохотнюку? Погодите, там даже не Плохотнюк играет роль, а следственные органы, которые заявили в прямом эфире, что залп из этих гранатометров снесет два этажа. Да, так вот, вся эта шумиха, вся эта инсценировка подготовки к покушению на столь важную персону необходима была, очевидно, для того, чтобы как-то возвысить свою персону в нашем государстве. Возвысить значимость своей персоны, что вот на такого человека, значит, готовится покушение. Кроме того, исходя из тех показаний, которые были сделаны моим подзащитным, следует, что таким образом и служба безопасности Плохотнюка хотела поднять свою значимость в его охране, а также каким-то образом обозначить те средства, которые необходимо выделять на охрану столь важной персоны. Кроме того, здесь улыбался еще один заяц, значит, со стороны данного бизнесмена, поскольку весь заказ, якобы, на совершение данного преступления был изначально сформирован якобы от Кармалака Григория, который осуществлял якобы этот заказ через своих друзей и близких знакомых, находящихся в республике Молдова. Тем самым на Кармалака вешалось столь тяжкое преступление, и таким образом он являлся, как бы, Плохотнюк устранял своего определенного оппонента. Тем самым убивалось сразу два зайца, и, значит, вешалось такое тяжкое преступление на Кармалака, и поднималась своя значимость в этом государстве как серьезной персоны, важной для государства. Вот смотрите, на меня совершается такое покушение. Хотя сам Плохотнюк по делу даже не признан потерпевшим. Он отказался от того, чтобы его признали потерпевшим. И наше дело рассмотрено фактически без потерпевшего. Цель здесь какова? Действий спецслужб, между прочим, согласованных, потому что аресты произошли в один день. И насколько я имею информацию, здесь были подготовки к покушению и ссылочки, что 26 декабря 2017 года они не обстреляли из гранатометов свою цель, потому что было землетрясение. Я смеялся часа полтора, вы знаете, по какой причине? 26 декабря было землетрясение в Ранче, это в Румынии, 3,3 балла, которое ну никак не может повлиять на стрелка, вы знаете, потому что здесь все-таки Кишинев. И в данном случае почему-то эти материалы оказались и у вас. Смущает еще многое. Сумма возограждения очень меня смутила. Ведь знают все наши специалисты, следователи, знающие, сколько стоит заказ того или иного объекта. В данном случае 200 тысяч долларов США смешная сумма. Ведь мотивация, что деньги получали украинцы. Смотрите, Адамович действительно получал деньги, но эта сумма была очень далека от 200 тысяч долларов. Еще хотела бы сделать такую отметочку по поводу подготовки к обстрелу офисного здания из гранатомета. Чтобы вы понимали, Адамович и те еще два человека, они тоже граждане Украины, которые находились в Кишиневе, якобы с целью обстрела. Но они даже в армии не служили. То есть примерно имеют такое же отношение и такое же знание об этом оружии, каким пользоваться. Ну, наверное, как я. Платились деньги, только платились деньги не за совершение убийства, а за имитации вида слежки. Вот так говорит мой клиент, и так говорят еще три лица, которые ездили в Кишинев. За что им платились деньги? Ну вот 200 тысяч долларов где-то разделите на 10, и вы получите сумму, которую получили примерно 4-5 человек за эти поездки. Вы что скажете? Ведь персона, на которой должно было совершено быть покушение, да? Ну, чуть ли не миллиардер. Да, я думаю, что за 200 тысяч долларов можно было нанять профессионального киллера, который бы не ошибся, и которого бы не задокументировали спецслужбы сразу двух стран. Одновременно? Одновременно. И заметьте, что берется сумма от благосостояния данного лица 10%. Это профессионалы берут. И потом меня, наверное, обвинят в том, что я в курсе всех дел, или с Кармалаком имею личные отношения, вот. Но личных отношений я не имею. Чтобы они не говорили. А вот ваше мнение, мне интересно, давление было на Кармалака, первое. Второе. Второе. Уничтожение здесь ОПГ Кармалака. И последний вопрос, который я даже смущаюсь, знаете, спросить. В истории очень много примеров, когда подручные, правая и левая рука того или иного олигарха совершали мнимые преступления против своего и героически спасали. Ну, по крайней мере, Берию вспомним в отношениях с господином Сталином. Ой, товарищем Сталином, извините. Ваше мнение. Вот на три этих маленьких вопросика. Ну, по поводу денег, конечно, хотелось бы сказать, что и здесь усматривается то, что фактически это была инсценировка. Поскольку за совершение такого преступления такая сумма никогда не выплачивается. И те люди, которые сюда приезжали, за эти деньги никогда бы на преступление не пошли. Это еще раз говорит о том, что фактически никакого преступления не готовилось и не могло готовиться, поскольку даже в последней поездке, которую совершили сюда украинцы, приехали люди, которые были завербованы спецслужбами. Это картишка и другие. Поэтому изначально было ясно, что операция подходит к концу. Должны быть произведены задержания. И не должны пострадать те лица украинские, которые, в принципе, вели всю эту цепочку со спецслужбами до конца. Так оно и произошло. Задержали только тех наших молдавских граждан, которые якобы близки к термолоку и которые якобы готовили данное преступление. Хотя фактически даже сам Пархоменко в судебном заседании сказал, что он не собирался ничего совершать. Он прекрасно знает и знал, что этого преступления как такового нет. И, извините меня, какие киллеры приезжают четырежды в государство для того, чтобы совершить преступление, рисуют план нападения на здание с гранатометами в песочнице под прицелом видеокамер спецслужб и оперативных работников. Это просто смешно. Когда этот ролик вышел по телевидению, многие мои коллеги и просто знакомые смеялись над тем, что якобы столь тяжкое преступление таким вот образом нам его осветили. Столь серьезные киллеры? Да, столь серьезные киллеры. Давайте уточнение сделаем. Я тоже знаю эту реакцию. А видео это видели в Украине? Видео какое именно? Вот как готовится преступление? Смотрите, мы это видео видели в Украине, но мы всегда расставляли немножко ударение на другом. Мы все-таки начинали вообще от истории отношения Адамович, Крикишка и Прохоменко. Ведь они были давно между собой знакомы. Я не знаю, знает ли это молдавская сторона или нет. И знакомство их происходило никак нигде, а в помещении киевского изолятора. В СИЗО? В СИЗО, да. Где они все отбывали наказание. Отлично. И Прохоменко, и Крикишка, и Адамович. И вот, наверное, после того, как они все освободились, разъехались по домам, и когда возник вот этот план, изначально о нем был осведомлен, естественно, Прохоменко, потому что Прохоменко первая инициировала встречу с Адамовичем и даже приехал в Киев, чтобы в Киеве Адамовичу предложить сделать вот такую имитацию преступления. Давай заработаем, да? Да. Ну, примерно так. Поднимем денег. Примерно так, да. Примерно так звучит, вы знаете, что чистые мошенники, хорошие мошенники на уровне ростовских, да, они такие разводы делали очень хорошо, особенно когда они выходили на свободу. Я вам скажу больше, Адамович, о том, что это инсценировка, и инсценировка довольно серьезная. Он это понял еще в конце 2017 года. Но вопрос в том, что те деньги, которые он ездил в Молдавию, там они жили на квартире, гуляли, занимали спортом, бегали, то есть проводили время обычно, как они все проводят в Киеве. И, естественно, он отказался их вернуть, а основное, что он отказался вернуть, отказался ехать опять в Молдавию и выполнять вот эту вот работу, ходить возле другого центра, создавать какую-то видимость. То есть Адамович четко понимал, что вот где-то будет развязка, и что-то тут, ну, наверное, совсем не то, что ему рассказывают. И тогда, в ноябре 2017 года, первый звоночек был, это Адамовича стреляли, он был расстрелян под своим домом. И буквально через день была сожжена машина, Лексус его супруги. И при этом постоянно поступали звонки от Прохоменко с требованием, чтобы он продолжал ездить в Кишнев и делать то, что ему говорит Каркишка, наш основной свидетель, а мы его называем основным сценаристом этого всего. Вы знаете, сценарий очень смешон, потому что действие, действие от начала, то, что я говорил, участие самого президента Украины, оно смущает, вы знаете, уровень, уровень кидал, да, Одесских кидал, Киевских кидал, ой, Днепропетровск был, сейчас Днепр называется, да, Днепровских, и там в основном, вот Днепровские, это все бывшие милиционеры полицейские этот город держали. Вот скажите, третий, последний мой тот вопросик, вы не ответили, да? Да, 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 может быть. Скажите, не может быть, а точно, я слежу за ответами. Вот скажите мне еще раз, эти действия были направлены против АПГ. Болгара? Я уверен, что да. Я уверен, что да. Потому что в своей последней встрече, которых постоянно добивался Пархоменко с Заболотным, для того, чтобы как-то обозначить участие Заболотного в совершении этого преступления, в последней встрече он сказал Заболотному, что ты должен уехать из страны, потому что я тебя и твоих друзей подставил и рассказал ему схему этого сценария, который ему заказали спецслужбы, не спецслужбы, а службы безопасности Плохотнюка. Условия были в том, что он получает деньги, но он должен организовать эту инсценировку таким образом, что под подозрение в совершении данного преступления попали именно люди Кармалака, которые находятся в Молдове. Таким образом, в эту схему попал Заболотный, Киров, Шевченко, Шацкий. Это все те люди, которые в определенной степени знали Кармалака. То есть было изначально поставлено ему такое условие, что эта инсценировка должна была таким образом быть разыграна, чтобы все подозрения пали на Кармалака Григория как на заказчика. Но я хочу сказать, о чем еще не сказали. Все лица, задержанные как в Украине, так и в Молдове, которые якобы являлись одной преступной группировкой, никто не знает фамилию Заболотного. Никто никогда не слышал, чтобы к этому был причастен Кармалак. Ни один не дает в отношении Заболотного никаких показаний. Какой же это лидер группировки, если о нем никто из соучастников не знает? Подождите, главный заказчик, получается, Кармалак. О нем никто не слышал. А Заболотным фактически тоже не слышал. Не фактически, а 100%. Это показания по делу всех. Подождите, вы уже подсудили, уже осуждены. Ну и украинцы тоже. Там еще не осуждены. Да, но они допрошены. И тоже никого не знают? Никого не знают. На чем основывался наш суд? Наш суд основывался только лишь на показаниях одного свидетеля. Это Пархоменко. Пархоменко, который все то, что произошло, как ему было и заказано, сливает на Заболотного, Кармалака и других. Он же был рассмотрен в ускоре на порядке. Пархоменко специально выделили в отдельное производство для рассмотрения в порядке статьи 364 УПК для того, чтобы он не знал и не слышал, о чем говорят остальные, якобы, соучастники преступления. Изначально, когда этот вопрос решался в суде первой инстанции о том, чтобы рассмотреть в таком порядке данное уголовное дело в отношении Пархоменко, все адвокаты были против. Потому что как на предварительном следствии, так и в судебном заседании он не признал свою вину полностью. А для того, чтобы было рассмотрено дело в порядке 364, он должен признавать свою вину, полностью предъявленную в обвинении. Он не признал. И тогда судебная инстанция попросила его адвоката удалиться на перерыв и объяснить ему, что он должен признать все. И таким образом он вышел после перерыва, не знаю, с кем он беседовал, с адвокатом, либо с прокурором, и написал заявление, что он признает все. Ну как же это не давление на Пархоменко? Понимаете, в чем дело? Если ссылаться вообще на законодательство, что в данном случае присутствие адвоката должны совершаться все действия. Правильно? По крайней мере, на судебном заседании. Хорошо. Мы видим, что происходит. Ощущаем, да? Правдивость показаний многих людей. Что навевает на меня печаль. Печаль, что судебные инстанции у нас даже не рассматривают в сущности дело, основываясь на том, что им дают политики. Может, мы уйдем на рекламную паузу, а затем продолжим нашу интересную беседу. Как вы думаете? Давайте рекламную паузу. Продолжаем нашу интересную беседу. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях адвокаты. Один молдавский, другой украинский. Одна женщина и один мужчина. И говорим мы о серьезных вещах, которые можно все-таки отдать в Голливуд. Там взрыв петарды преподносится, как взрыв атомной бомбы, да? Это материалы уголовного дела. Я не думала, что Голливуд возьмут. Но режиссура плохая. Вы знаете, сценарий, каков такова и режиссура. В данном случае мы беседуем о том нашумевшем деле, при котором осуждены люди. И я считаю, что осуждены все-таки очень жестоко. Я лично считаю. Я не адвокатничаю. Впереди предстоит рассмотрение этих дел в Украине, в Киеве, в котором нашего общественного и политического деятеля Влада Плохотнюка должны были лишить жизни. Посредством гранатометов, все-таки ручных, РПГ-26, Аглии. Ирония, она и есть ирония, но вопросы, вопросы и вопросы. К вам, Валерия, в первую очередь. Валерия, вы надеетесь на положительный исход? Я не надеюсь на положительный исход. Мы, адвокаты, исходя из материалов уголовного дела, наличие доказательств, установленных фактических обстоятельств, нарушения процессуальных, мы будем защищать нашего клиента до последней инстанции. Позиция у нас четкая, с момента задержания. Он никогда не признает свою вину, потому что этого преступления он не совершал, ну и фактически самого, не было самого события. То есть, все, что написано у нас в обвинительном заключении, это все написано с оперативных материалов, с оперативного сопровождения. То есть, ну, мы четко сейчас можем сказать, что это было инсценирование. Напоследок, все-таки, мне еще хочется добавить пару слов об основном свидетеле, на основании которого, я так понимаю, был основан обвинительный приговор и по молдавской стороне, Патр Кишко. Меня удивляет один факт. Я, насколько понимаю, у нас нет материалов об этом, но я, насколько понимаю, догадываюсь, он все-таки попал здесь, в Молдавии, по правилам защиты свидетелей, потому что он уже долгое время находится здесь. 7 апреля 2017 года он находится в Молдавии. Ну, первый такой большой вопрос. Не найдете вы информацию ни по одному таможенному посту о пересечении границы господином Коктишко 7 апреля 2017 года. Каким образом он оказался в Кишиневе, опять же, это большой вопрос, и мы можем только догадываться. Ну, почему догадываться? И второе, что меня очень-очень сильно смущает, если такая информация есть у нас, ее не может быть у молдавской стороны, а тем более, если мы говорим о спецслужбах. Наш основной свидетель находится в розыске, находится в розыске международном. За совершение на территории одного из государств Евросоюза особо тяжкого преступления, убийства. То есть, фактически, молдавская сторона на своей территории прячет преступника, который разыскивается Евросоюзом. И вот этот факт, наверное, меня смущает больше всего. Вы не могли бы уточнить фамилию разыскиваемого? Фамилия тут повторялась несколько раз. За убийством? Это господин Горьковый. Он же самый партишка. Вот как мы живем, а? Страна изгой. Понимаете, здесь может каждый спрятаться. Вопрос. Осудили вашего подзащитного. Сначала 20 лет дали, затем добавили 3. Ведь, если будет доказана его невиновность, кто будет нести эту ответственность? Как мне сказал один мой друг из высоких судебных органов, самых высоких. Он сказал, у нас судей привыкли не отвечать за действия. Но срок в 23 года, я считаю, чрезмерный. Обладая информацией и средств массовой информации о том, что у нас даже за двойные убийства получают от 8 до 10 лет. Насчет раскрытия подготовки покушения на убийство. У нас нераскрытых убийств заказных. Первое, Шинкарев, если вы помните, майор полиции. По сей день никто ничего не знает. Расстрел здесь в парке афганцев. Тоже винодела нашего. Тоже никто ничего не знает. Хотя подготовка там была серьезная. Серьезное преступление. Одно минозрывное в лифте, другое расстрел прямо на глазах у всех людей, при том, что никто ничего не запомнил. Поэтому действия спецслужб наших, которые раскрывают покушения на убийство в такие короткие сроки, при котором президент целой Украины принимает активнейшее участие, а также министр Аваков, то я смотрю на вас. Скажите, кто руководит этой страной, в данном случае судебной системой в Молдове? Я вам хочу сказать, что да, мой подзащитный осужден к столь суровому и считаю, что абсолютно неоправданному сроку. Но в настоящее время всеми адвокатами, которые участвовали по делу, были направлены в высшую судебную палату кассационные жалобы. Они высшей судебной палатой допущены к рассмотрению. А это значит, у нас есть еще надежда, поскольку раз мы обратились с кассационными жалобами, то есть надежда на то, что все же судей высшей судебной палаты обратят внимание на те процессуальные нарушения, на отсутствие тех доказательств, которые подтверждают виновность моего подзащитного и других в совершении вот такого приготовления к покушению. И все же примет решение о возвращении дела на новое рассмотрение для того, чтобы устранить все нарушения, удовлетворить все наши ходатайства о предоставлении вещественных доказательств, о допросе дополнительных свидетелей. И возможно, что все-таки истина восторжествует, поскольку, уважаемые и телезрители, ну как можно в апелляционной палате было вынести приговор в отношении моего подзащитного, лишив его права на защиту в последний день судебного заседания, когда я должен был выступить с прениями в судебное заседание. Однако вынужден был лечь на операцию и не мог участвовать в окончании рассмотрения дела. Судебная инстанция, несмотря на это, вызвала дежурного адвоката, которому указало, чтобы он в течение 20 минут изучил материалы дела и выступил в прениях в защиту моего подзащитного. Мой подзащитный был против этого адвоката. Этот адвокат говорил, что я не знаком с позицией Заболотного по-настоящему делу. Я не знаю материала дела, я не хочу его защищать. Тем не менее судебная инстанция обязала адвоката выступить в прениях и вынесла ему столь суровый приговор. Оказывается, как впоследствии стало известно, после возбуждения уголовного дела на председателя высшей судебной палаты Республики Молдова это уже из средств массовой информации, что у него имелась такая запись. Да, скандал этот помню. Рассмотреть дело ни одно это дело. Да, в кратчайшие сроки и удовлетворить требования прокурора. Так и получилось. Требования прокуроров были удовлетворены. Добавлено еще три года лишения свободы. И всем остальным участникам поставлены высокие сроки. То есть так, как было кем-то заказано. Никто никому не заказывал. По декларации можно посмотреть, как выносят приговор каждый судья, председатель Верховного суда, председатели, заместители, начиная от первой инстанции. Вы знаете, вот когда мы разговариваем о судебных наших органах правосудия, то всегда сталкиваются с одним. Правды нет. И надежды на правду тоже нет. Вот такая натура у меня говорить о том, что есть на самом деле. Вот скажите, вы подвергались давлению? Конечно. От кого? От кого? Для того и передача здесь такая. Ну, во-первых, были звонки. Во-вторых... Зафиксированные звонки? У меня они не зафиксированные. А спецслужбы могли их зафиксировать, когда вы обратились? Спецслужбы могли зафиксировать. Но я вам скажу, что давление оказывалось не только на меня, но и на моего подзащитного... А я за вас говорю для начала. Я знаю, как это там тяжело. Естественно, что, как я говорил уже в суде первой инстанции, нас просто ставили в стойло, снимали вопросы, штрафовали, обязали приходить в судебное заседание хромой, больной, неважно какой, но ты должен быть в судебном заседании. Хотя существуют определенные требования, что если человек не может явиться в судебное заседание, он имеет право отсутствовать в нем, предварительно заявив в судебной инстанции. Однако все наши адвокаты, которые участвовали в деле, были лишены этой возможности судебной инстанции, потому что дело имело серьезный резонанс. Мы должны были хромой, больной, без транспорта, но ты должен быть в судебном заседании. Поэтому в этом тоже было определенное давление на всех. А угрозы были? Явных таких угроз как бы не поступало. Но было пару звонков, где мне сказали, ты посмотри, тем ли ты делом занимаешься, и куда ты лезешь. Вы заявили об этих звонках? Нет, я не заявил, потому что я конкретно не мог знать, кто эти люди. Они обязательно вам знают. Я предполагаю, что это из правоохранительных органов, поскольку даже изначально, когда задержали моего подзащитного, при задержании его положили лицом в землю, нажали на него ногой и сказали, у нас была установка, тебя ликвидировать. Но поскольку ты не оказал сопротивления, мы этого сделать не можем. Впоследствии его доставили несколько раз без адвоката. Доставили в правоохранительные органы, где на него пытались оказать давление. И физическое, и физическое, и психическое. Для того, чтобы он указал, что действительно он выполнял заказ, кармалака, что он является организатором. Естественно, что, я удивляюсь этому человеку, но он человек действительно серьезной воли. Это действительно спортсмен, который, будем говорить, способен держать удар. И он не пошел на то, чтобы отклеветать своих друзей, отклеветать своих близких в том, что он причастен к этому совершению и остальные тоже. То есть, он остался до настоящего времени, верен той позиции, которая, как он говорит, является правдой. Валерия, а на вас давление оказывалось? Или какое-то у вас правосудие другое? Силовые ведомства другие? Чем-то отличаются в лучшую сторону? Может быть, у нас и другое правосудие. Я, к сожалению, не знаю. Молдавский уголовно-процессуальный кодекс. Силовые ведомства? Силовые ведомства. Да, оказывалось давление, но я не хотелось бы на этом. Не хотелось бы мне на этом останавливаться. Почему? Потому что мы работаем адвокатами достаточно уже давно. Но и когда мы берем такого плана дела, мы всегда понимаем, что нас ждет и как оно будет, общение адвокатов со стороны оперативных служб. Я хотела бы в преддверии рассмотрения дела Верховной инстанции передать своему коллеге из Молдавии еще раз показания своего клиента, гражданина Украины Адамовича, где он четко, собственноручно описывает все события, все обстоятельства, которые связаны с обвинением по делу о покушении на убийство гражданина Плахотнюка. Вы знаете, даже программа какая-то у нас сегодня хорошая получилась. Добрая такая, два адвоката. Вы знаете. А, я хотел бы вам сказать. Вы знаете, когда резонансное дело, то адвокаты находятся в зоне риска. Вы не слыхали об этом? 60% в России как-то исчезают, мягко сказано. Плохая практика пошла. Не хотелось бы на такой ноте запрашивать. Но вы об этом знаете? Да, нам об этом известно. Я вас не радую. И вас тоже радовать не буду. Потому что если вам поломают ноги или позвоночник, вы никак не сможете участвовать в процессе. А вы знаете, уличная преступность, она такая сложная у нас. Ну, нельзя жить всю жизнь в страхе. Нужно за правду тоже иногда бороться. Да. Поэтому мы вынуждены защищать своих клиентов и доказывать, будем говорить, их истину, которая, может быть, является действительно той правдой, которая должна существовать. И все-таки нам хотелось бы надеяться, что у нас тоже будет правовое государство, где будут соблюдаться законы, где будут судьи на своем месте действительно осуществлять правосудие без того, чтобы на них оказывали влияние как политические, так, будем так говорить, экономические агенты и так далее. И чтобы они не были подвержены никакому влиянию, как и предусматривает законодательство, чтобы они были свободны в своем волеизъявлении. То есть выносили приговоры в соответствии с законом, в соответствии с своим сознанием и в соответствии с теми доказательствами, которые действительно добыты в судебном заседании. Вы знаете, вот у меня здесь куча бумаг, куча, одно я показал, я взял мелким шрифтом, я думаю, зачем мне все это надо? Вот все надеются на лучшее. Я основываюсь на фактах. Скажите, пожалуйста, присутствует ли в наших молдавских судах или в украинских такое правило, как состязательность? Вы знаете, на самом деле украинский процессуальный кодекс, который менялся в 2012 году, он замечательно написан. Там масса статей. И именно 28-я статья уголовно-процессуального кодекса, она предусматривает состязательность. То есть равенство сторон перед оказыванием виновности либо невиновности. Ну, в настоящий момент полтора года в суде мы, к сожалению, исправляем ошибки, которые написаны в обвинительном акте, а по сути мы решаем вопрос только о продлении срока содержания Адамовичу по страже, которая еще не имея приговора уже больше двух лет находится в следственном изоляторе. Так вот в этом вопросе состязательности пока у нас нет. К вам. Только не говорите, что есть. У нас также в законодательстве все красиво предусмотрено. И действительно, если бы... Ну, потому что законодательство построено на теории, значит, будем так говорить, равенства сторон в процессе. Вот, что каждый имеет право и так далее. Но в действительности, конечно, нельзя сказать, что нет, полностью нет состязательности в процессе. Есть она, есть, но для адвокатов она ограничена. Как я говорил уже, действительно, многие ходатайства и заявления, которые были сделаны стороной защиты в судебном процессе, я буду говорить конкретно в нашем судебном процессе, они остались без внимания судебных инстанций. Хотя все ходатайства, которые были заявлены прокурором, все были удовлетворены. Может быть, иногда и не обоснованные ходатайства. И это не мое мнение, это мое мнение всех тех моих коллег, которые участвовали в судебном процессе, возмущались, но кроме того, что они возмущались, больше ничего сделать нельзя было. Потому что до тех пор, пока судебная инстанция не рассмотрит дело, нет оснований для подготовки каких-то жалоб. Да, нам скажут, а почему вы не заявили отвод? А мы заявили отвод в апелляционной инстанции, судебной инстанции. Ну, он был удачно также отклонен, как необоснованный. Хотя там были все основания, поскольку со стороны, мы считали, как адвокаты, со стороны судебной инстанции были допущены серьезные нарушения, которые послужили основанием для отвода. Тем не менее, он не был удовлетворен. Вот вам и состязательность в процессе. Значит, ее нет. Нельзя сказать, что совсем нет. Вы сказали нет. Ну, ни одного ходатайства не было принято к рассмотрению. Да. Или отклонено. Вот, кстати, мы просили, мы ходатайствовали, вот коллега говорит, что как картишка перешел границу. Мы ходатайствовали перед судебной инстанцией, чтобы прокурор нам представил информацию о том, было ли возбуждено уголовное дело на картишка, который сам сказал, что он незаконно перешел границу. Почему он не должен нести ответственность за совершение данного Его же прячут. Ну, прячут. Он совершил преступление? Нет. Он совершил преступление. Он незаконно перешел границу с другими своими коллегами украинскими. Так это же не доказано. Не переходил он границу? Доказано. Он сам в судебном заседании сказал. Факт пересечения границы есть. Говорит это одно. Факт пересечения границы нет. Есть. Нет документального подтверждения о том, через какой пост он ее перешел. А значит, если там есть, а тут нет, значит, в отношении него должна быть уголовная ответственность. Должна быть, но ее нет. Но вы не выслушали еще картишка в судебном заседании. Он сам об этом говорит. Где перешел, как перешел, кроме того... С кем перешел. С кем перешел. Кроме того, в двух томах, которые были присланы неизвестно каким образом из Украины, два тома уголовного дела украинских, на украинском языке, которые были приобщены к молдавскому делу, непонятно на каком основании, вот, там четко есть информация службы безопасности, которая следила за картишкой, как он доехал до границы с Молдовой, как он незаконно перешел ее. И типа такое заключение, что все в порядке. Вы знаете, вот я скажу, или сделаю заключение в данном случае, да, что у нас право избирательное. Вот как бы мы здесь не рассуждали, о вине, не вине, все равно суд это решать будет, да. Правильно говорим, Валерий? Избирательное право или нет у нас в Молдове? Естественно. А почему именно по этому делу? Давайте как-то заключение проведем в данном случае. Ну, по данному делу уже понятно, почему оно было избирательно, и почему мера наказания такая. А потому что это было под контролем Влада Плохотнюка. Было, как показал мой подзащитный, совершено под давлением службы безопасности Плохотнюка. Фамилию кто возглавляет службу безопасности? Этого нам Пархоменко не сказал. Как это? Вот так, потому что он сказал в судебном заседании только то, что ему сказали сказать. И ничего лишнего. И записать. Ну, секретарь завел, да? Ну, конечно, конечно. И запись есть? Есть запись. Не пропало еще? Я вам скажу, что в судебное заседание Плохотнюка доставляли либо в состоянии наркотического какого-то воздействия, либо под давлением каких-то психотропных препаратов, поскольку отвечал на вопрос он неадекватно. Он постоянно пил очень много воды, прятал глаза от всех остальных участников, и явно было видно, но он и в апелляционном заседании сам сказал, что на него оказывалось давление, что когда он первый раз попал в изолятор временного содержания, то к нему приходили и с веревками, и с ножами, и что одного человека в изоляторе при нем убили. Вот. И что якобы прокуроры ему изначально сказали, ты смотри, что типа говоришь, потому что тебя порешат все равно или те, или другие. Это задокументировано? Это задокументировано. Скажите, тогда вопрос, судебное заседание было открыто или закрыто? Открытое. Открытое. Но апелляционная инстанция на это внимания не обратила. И не допустила средства массовой информации. А журналист был, который потом опубликовал это в своей статье. Что именно? Те заявления, которые сделал Пархоменко. Ну, столько ищу, но все, что есть, его и нет. Все это есть. Есть статья, которая... Значит, избирательное право для одних закон существует, для других закона нет, потому что стоят над законом. Так получается? Правильно, да. Когда действительно стоят над законом, то о каком-либо праве говорить сложно. А применение законов вообще, как вы считаете, может происходить с судьями справедливое решение какое-то, которым от 27 до 37 лет, которые не имеют никакого жизненного опыта? Ну, вообще сейчас очень много молодых судей. Я задал прямой вопрос. Я считаю, что очень много молодых судей, которые не обладают жизненным опытом. Как раньше было указано, что кто может быть судьей с обладанием опыта, с какими-то уже взглядами на эту жизнь, прошедшему какую-то серьезную практику. В настоящее время таких судей очень мало. Уточню, в Молдове. В Молдове, да. А в Украине? Пришлось пройтись тоже по вашим судам. В Украине пройтись. Молодежь тоже хорошая там. Не могу сказать, что много молодых судей, да их и нету. Ну, вот сейчас у нас наши реформы, которые уже поломали милицию, прокуратуру, вот они добрались до судейства. Сейчас идет у нас суда реформа. Но, скажу честно, хотя сегодня в Украине праздник День Суда, ну, все немножко скептически относятся к этим реформам. И ничего хорошего мы от них не ждем. Поэтому веселиться сегодня не будем танцевать, да? Ну, вы знаете, наверное, после эфира я все-таки бокал хорошего молдавского вина за тех судей, которые остались все-таки, профессиональные, независимые, они есть. Я за них подумаю. Вы знаете, в заключении программы я хочу сказать так. Я вот надеюсь увидеть, что за те годы независимости, которые происходят у нас, все-таки существуют, я не видел независимой судебной системы ни одного дня, сталкиваясь непосредственно с правоохранительными органами, судебными инстанциями, при котором доказать что-либо невозможно, не имея тыла за счет верхних слоев атмосферы, которые позволяют нашим судьям покупать за 5 тысяч долларов себе Porsche Cayenne, строить дома, которые стоят 300 тысяч, да, и мебель одна там тоже 100 тысяч лей, лей, уточняю. Вот. Судя по ценникам, тем, что предоставлены. Давайте будем вместе верить, а то, что происходит у нас на самом деле, вы сейчас указали, что в Украине, что в Молдове. И пусть не подумают, что здесь какое-то заседание было в защиту кого-либо. Вы просто хотите справедливости, вы хотите видеть решения судов, которые основаны на законах, да, Да, на законах и доказательствах. И чтобы это была не одна версия, которая кем-то заказана, а чтобы это было, чтобы были проверены все версии, и чтобы действительно в ходе судебного разбирательства была установлена истина по делу. Вот этого мы и хотим добиться. И будем добиваться? Будем добиваться. А вы, Валерия, что скажете в заключении? Будем добиваться. То же самое, поддерживаете? Да. А ваше мнение какое вообще? Мнение по поводу чего? Будущего наших стран в судебной системе. Зрителям-то интересно. Я думаю, что в любом случае, рано или поздно, мы придем к тому, что суды будут независимые. Потому что одно дело для судьи выучить закон, оно не составляет никакого труда, а другое дело все-таки остаться независимым. Это самое главное. А я думаю в заключении сказать так. Мы будем ждать лучшее, а если лучшее не придет, мы потеряем наши страны. С полной независимостью, которая должна быть у наших людей. Ну, во многом это зависит и от наших людей. Поэтому они стараются все уехать. Ну, многие не уезжают, а все-таки остаются патриотами нашего государства. Лиды, пенсионеры, которым за 80-90 лет. Напоминаю, у нас в гостях были Владимир Курмель и Валерия Журбас. Украина, Молдова. Дорогие друзья, задумайтесь о том, о чем мы сейчас говорили. Ведь каждый из вас находится все-таки под контролем. Тех, кто вершат здесь власть. Или безвластие и беззаконие. Всего вам доброго, дорогие друзья. Смотрите нашу программу. Главное, потому что главное оно в том, чтобы вы были все здоровы. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова